МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, сразу представляю своего гостя. Это Николай Дмитриевич Гончарук, которого я знаю где-то уже лет 20, и наблюдаю за его желанием внести что-то в медицинскую практику, свое новое, и мне кажется, что сейчас он или находится на пороге открытия, или уже открыл какие-то такие вещи, которые у нас в медицине не применяются. Насколько я знаю, Николай Дмитриевич, этим владеете, вот тем, что мы сейчас будем показывать, владеете вы, и где-то в двух странах мира, правда? Добрый день. Да, действительно так. Итак, мы взяли курс, прежде всего, на безопасность в медицине, чтобы методы исследования и лечения не приносили, прежде всего, вреда пациенту. Это основное правило в медицине. И придерживаемся все эти годы, начиная с 93-го года. Мы занялись этой проблемой, и до этого я 15 лет практиковал иглорефлексотерапию, изучал восточную медицину, знаю ее основные законы и правила. И когда я узнал о том, что существуют информационные методы диагностики и лечения, меня это очень заинтересовало, и я горел желанием освоить эти технологии. Мне в жизни повезло в том плане, что я, можно сказать, осуществил свою мечту. И у нас на сегодняшний день есть такие разработки, которых немного в других странах. Наша Украина может быть третьей страной в мире, которая способна изготавливать кардиологический прибор для исследования за короткое время. Информация эта достоверная. Информация дает возможность в целом оценивать работу сердечно-сосудистой системы, куда относятся и сердце, и сосуды, и, конечно, центральная нервная система, которая оказывает свое влияние на деятельность сердца, и сосуды, и тому подобное. Но, как американский институт, который создан в 1968 году, он назван удивительно. Институт математики сердца. Обратите на это внимание. Почему они так назвали? Потому что они считают, что сердце как бы имеет свой мозг, имеет свою, так сказать, систему контроля, центральной нервной системы. Это как компьютер, нет? Да. И передает эту информацию головному и спинному мозгу. Прежде всего, это ствол мозга, и головной мозг, спиной мозг, здесь меньше, на него оказывается влияние со стороны сердца. И вот мы работаем практически в одном направлении с ними. У нас ведется переписка с этим институтом. Мы совместно делимся информацией, что мы можем, что мы сделали, что они сделали. И это пристальное внимание уделяется нашим, как говорится, вот этим взаимным обменом информации, потому что нам интересно, и им интересно, и нам интересно, поскольку мы работаем практически одной и той же аппаратурой, которая работает в одном и том же диапазоне. Вот аппаратура, Николай Дмитриевич. Давайте мы сейчас, вы все сюда принесли, давайте покажем наглядно, как это делается. Ну, мы начинали с самого безобидного метода исследования, это так называемые тепловые методы исследования, термовизор. Вот он, образец последних разработок в медицине, которые дали возможность создать компактные камеры. Это разработки английской фирмы, но изготавливает, конечно, Китай. У нас до этого было советское производство, но это было, конечно, громоздкое создание, и неудобно было в том плане работать, что надо было постоянно охлаждать жидким азотом. Это была проблема привести азотом. Ну, здесь наука подвинулась, я понимаю, да? Николай Дмитриевич, давайте будем работать. Вот я продемонстрирую, как работает эта диагностика. Ну, пожалуйста, встаньте немножечко здесь вот так. Ну, вот и все, Маша. Руку просто возьмите, или просто, Маша, чуть-чуть дальше отойдите. Вот так. Все, все, достаточно. Вот мы делаем снимочек. Голу поднимите. Так, хорошо. Руку вот так, пальчики развели. Правую. Левую. И так далее. То есть, это открытые участки кожи, которые мы сейчас увидели, что снимали на камеру. Теперь эту информацию мы переносим на компьютер. Так. Вот мы сбрасываем эти данные. Сейчас мы их откроем и сопоставим. Так ли это? Вот наши. Опа. Вот это все понятно. Сейчас увеличим, наверное. Вот. Так. Четко видно, что есть холодные, есть горячие зоны. Горячие – это красные. Да. Это шкала, вот, в пределах которой производится измерение. Да, да, да. Здесь есть цереброистенический синдром. Что это такое? Ну, это чаще всего причиной этому является хронический стресс. Сейчас наше общество практически все в стрессе находится, к сожалению. Какие участки ладони это показывают? Пальчики, пальчики. Пальчики, да. Пальчики говорят, да. Вот эта зона, лучевой край кисти, мизинец, пальчик, да, чаще отвечает за функцию сердечно-судистой системы. Так, там все в порядке. Большой палец, ну, можно сказать, да, потому что здесь фон зеленый, тот идеал, который мы... Смотрим дальше. Смотрим, что пальчик холодный. Это желудочно-кишечный тракт, прежде всего это кишечник. Здесь, опять же, каждый пальчик, он связан с тем или иным органом. Но мы видим и другие снимки, которые нам дают возможность больше увидеть информации, чем по кисти. Другая рука. Опять же, немножечко мы фон убираем. Это правая. Это правая. Почему такое резкое отличие двух ладоней, двух рук? Сейчас, сейчас, сейчас. Это зависит от вегетативного отдела нервной системы. Ну, здесь та же картинка, что и на левой кисти, хотя бывает разница достаточно большая. Смотрим дальше, пожалуйста. Дальше смотрим. Вот лицо. Так. Вернее, шея сейчас, да. Здесь можно говорить о том, что здесь есть подозрение на повышение функции щитовидной железы. Дальше. Есть затруднение тока венозной крови из полости черепа. Общее состояние этого человека. Удовлетворительное. Удовлетворительное. Теперь, как вы мне сказали, у вас есть диагностика по двум направлениям. А. Это сердечно-сосудистая система. Да. Вот, насколько я понимаю, этот прибор, да. И исследование на рак, да? Да, есть. На эти заболевания. Вот мы сейчас продемонстрируем, как мы делаем диагностику по сердечно-сосудистой системе. Вот давайте еще эту диагностику сделаем по-быстрому, а потом поговорим. Да. Так. Вот манжета, которую мы одеваем. Так. На одну или на другую руку, но нам удобнее, когда мы на правой руке проводим эти исследования. Почему? Потому что сердце больше, так сказать, влияет на левую плечевую артерию. Соответственно, там больше пульсаций бывает, которые немножечко могут носить свои коррективы. У нас важно, чтобы это было минимальное искажение. Руку свободно так расслабиться. Вот ладошку вот так положите. Солочевой сустав, чтобы было вот так. Нет, вот так. Все. Расслабили. Вот мы сейчас. Просьба не разговаривать и не двигаться. Так, вот мы видим запись. Нормально. Здесь мы открываем протокол и мы можем уже увидеть те параметры, которые дает наш прибор. Заодно измерение артериального давления, которое длится буквально несколько минут, мы получаем 20 параметров работы сердца и сосудов. Главные. Да, в том числе вот систолическое, диастолическое, боковое, среднепульсовое и ударное артериальное давление, да. Скорость пульсового артериального давления идет и так далее. Вот эти показатели. Что важно? Что это в автоматическом режиме указывается, что это нормально или ненормально. И если отклонение в какую сторону и в процентном отношении, насколько отклоняется от нормы. Вот эти измерения дают возможность проводить массовые. Почему? Потому что это единственный в мире прибор, который способен за короткое время заменить как минимум три прибора, которые применяются для подобных исследований. И в три раза, можно сказать, дешевле, а самое главное время. Мы проводили сравнение то обследование и то время, которое мы тратим на это обследование. Мы тратим буквально 10-15 минут. Если стандартным тем привычным методом, тремя приборами обследования проводить, это тратится как минимум двое суток. Разница ощутимая. И в час мы можем обследование первичное проводить где-то 7-8 человек в час. Это единственный прибор, который дает возможность проводить так называемые скрининговые исследования. Мы настолько упростили работу этих приборов, чтобы каждый фельдшер, получив прибор этот в руки, через полчаса инструктажа мог уже проводить исследование. Идея наша такова, чтобы эти приборы были в каждом лечебном учреждении. Если нет, то мы будем создавать свою сеть. И нет нужды пациенту ездить к нам непосредственно в кабинет. Они могут провести это исследование по месту жительства. И на сегодняшний день связь в районах, в селах. И по любому можно передавать. И по модему, можно передавать по интернету. И даже с мобильного телефона можно передавать эту информацию. И здесь может быть консультативный центр, который принял эту информацию. На расстоянии может сделать оценку, какие нарушения есть со стороны сердечно-судистой системы. И, соответственно, рекомендовать те лечебные меры, которые доктор посчитает необходимыми для данного пациента. То есть, это так называемая, как мы говорим, на сегодняшний день телемедицина. То есть, лечение и обследование на расстоянии. Ну, не лечение, а диагностика. Рекомендация. Рекомендация в начале – это диагностика, естественно. А лечение мы, исходя из данных исследований, можем рекомендовать лечение. То есть, рекомендовать лечение, шлейф лекарства и так далее, да? Можно медикаментозно. Здесь еще такая особенность этого прибора, что обычно в традиционной медицине назначают медикаменты, и человек принимает. И он принимает неделю, другую, третью, а результата нет. Почему? Потому что неправильно подобрана группа препаратов. Поскольку клинически может проявление сосудистые и сердечные быть одинаковы по жалобам. И принимая одну группу препаратов, мы воздействуем не на то, на что надо воздействовать. Здесь же этот прибор четко говорит, где нарушение. Со стороны сердца или со стороны сосудов. Сейчас весь мир переходит на то, что каждый препарат, когда создает фирма, она должна указывать, на какую часть именно воздействия оказывается этим препаратом. На какую функцию органа, в частности, это сердечно-судистая система, значит, на сердце или на сосуды. И на что? На прекапилляры, допустим, нам очень важно. Или это на тонус сосудов более крупных и так далее оказывать. А в обычной практике вот этого как раз сложно добиться. Почему? Потому что это надо. Довольно сложные исследования делают такие, как РЭК, так называемая, и доплерография. Никто до сегодняшнего дня массово не проводил исследования скрининговых, сердечно-судистых заболеваний за короткое время, потому что это огромные затраты экономические и много времени занимает. Наш прибор в данном случае решает эти проблемы. И, соответственно, мы почему остановились на этой тематике? Потому что 82% всех смертей считается причиной сердечно-судистой заболевания. Чем отличается Ваша диагностика от диагностики в онкологических больницах? Конечно, у нас это то новое, которое есть на сегодняшний день. Немногие страны занимаются это. Занимались в свое время, это и Соединенные Штаты Америки занимаются, и Канада занималась, и Шведы занимались, и Россияне занимались. Но они не достигли того, чего достигли мы. Мы достигли того, что мы можем с уверенностью говорить, что мы на ранней стадии, на так называемой доклинической, можем выявлять онкологию. Почему так? Потому что три четверти времени всей, так сказать, жизни опухоли, опухоль не проявляется жалобами никак. То есть нет клиники. Это доклиническая стадия, которой только наш прибор способен выявить ее. За несколько лет, я так понимаю, да? За годы, да. Чисто математика. Мы просчитали, что для того, чтобы опухоль выросла где-то в среднем до 8-10 мм в диаметре, то, что могут и чаще всего УЗИ и маммограф выявляют именно таких размеров, и мы просчитали, что не менее 30 периодов удвоения массы опухоли должно быть. Что это значит? Дело в том, что есть такая теория, что опухоль начинается с одной единственной клетки. И когда с одной клетки образуются две клетки, проходит от трех суток до 145 суток. Для того, чтобы выросла опухоль величиной 8-10 мм в диаметре, потребуется от 8 до 10 лет. То есть УЗИ, маммограф выявляет опухоль где-то на 8-10 году от момента появления. Наш же метод настолько чувствительный, что может на первом году уже давать информацию о том, что тут зарождается опухоль. Мы не говорим, что сразу вот надо все предпринимать. Мы говорим, что таких больных надо брать в число, или в группу, как мы называем, риска. И этим больным рекомендовать периодическое обследование. Ваш метод абсолютно безопасен. Прежде всего, да. И второе, что этот метод, он превосходит по чувствительности маммограф и УЗИ. Второе, что этот метод воспроизводим. То есть, если есть здесь, не дай бог, онкология, сколько бы раз мы не исследовали, прибор будет постоянно утверждать, что там есть такая патология. Вы сравнивали ваши показания, ваши приборы с маммографом? Да, конечно, я сравнивал, и есть такие, да. И есть. И вот такой вам пример. У меня была больная из Черкасской области. Она наблюдалась у меня более 15 лет. И мы еще на другом приборе выявили у нее подозрение на онкологию, наблюдали за ней. Когда появился этот прибор, я четко увидел, что здесь, конечно, онкология. У нее была эта третья стадия. Мы ее наблюдали и рекомендовали там, как себя вести, проводили онкологи там лечение и прочее. Внешние признаки онкологии все ушли. Внешние признаки. Но когда она в очередной раз приехала на обследование... Это после вмешательства онколога, после лечения. Да, после лечения. Но не только там онкологи лечились, там они проводили свое лечение. Короче, внешние признаки все исчезли. На протяжении пяти лет такое наблюдалось. И онкологи заявили ей, что вы можете забыть за тот процесс, который у вас там был, там уже все нормально. Когда она последний раз приехала вот это обследоваться у меня, я говорю, я не могу то же самое сказать. Прибор утверждает, что там есть процесс. И его надо, так сказать, стеречь и продолжать лечение. Ну, специалисты говорят, что вроде бы там не надо. Далеко ездить и тратить деньги вроде бы как не на что. Чувствовала она себя нормально. Рецидив. Прошло несколько лет, сын прибегает ко мне, что нам делать? Я говорю, что случилось? Маме хуже. Там онкологи тогда уже говорили, что это буквально несколько недель жизни. Я рекомендовал им обратиться к онкологам, то лечение, которое они там предлагали, плюс наши вот как вспомогательный метод, как мы говорим, информационно-волновую терапию рекомендовали. Короче, это было в июле месяце. В феврале месяце она была на своих ногах. Она сама себя обслуживала. Она стала помогать своим близким по хозяйству, то есть уборке квартиры, готовила там кушать и так далее. Я ее с пристрастием выспрашивал, может, какие жалобы есть? Нет никаких жалоб. Я себя чувствую абсолютно здоровым человеком. Да, внешне она, конечно, видно было, что перенесла такую тяжелую патологию. И умерла она не от онкологии, а от сердечно-сосудистой патологии в 84 года. Конечно, этот прибор надо проводить клиническое испытание. Клиническое испытание готовы провести, Харьковский институт медицинской радиологии. И по сердечно-сосудистой может и готов провести институт имени Строжесков в Киеве. Но для этого нужны деньги. Они об этом и говорили, что нужны деньги. Я это прекрасно понимаю, но у меня таких денег нет. Все деньги, которые я зарабатываю, я вкладываю в эти идеи, сколько у меня есть в разработке, у меня 6 патентов, 2 из них открытия, 4 на полезную модель и так далее. Как сделать, чтобы вот это все работало у вас? Это новое направление в медицине, это информационные методы. Конечно, нужны на сегодняшний день деньги для того, чтобы не полезная только модель была, а уже серийное производство. Серийное производство, сколько денег на это надо? Мы знаем, кто может это сделать. Приборы, чем больше мы можем выпустить партию, тем дешевле будут. Поскольку все эти приборы можно изготавливать в Украине, я знаю, какие специалисты это могут сделать, я вел с ними переговоры, я не готовы это сделать в короткое время. Эти приборы будут дешевыми, потому что подобного уровня приборы это десятки тысяч долларов могут стоить. У нас себестоимость может быть гораздо ниже. И мы сможем обеспечить любое лечебное учреждение этими приборами. Денег, все зависит от того, какие мы деньги найдем. Если мы найдем хотя бы для одной области, или в крайнем случае для одного города, чтобы мы как пилотный проект доказали жизнеспособность этого проекта, я бы считал, что мы бы получили победу. Почему? Потому что я уверен в том, что эти методики будут работать. Они опробированы уже не один год. И методики доказали свою жизнеспособность. У меня уже целый ряд доказательств есть, где у меня нет расхождения с официальной медициной, где я подтверждаю, или они подтверждали, я первым выявлял, они подтверждали там, где я выявлял, и так далее. И это даст возможность на самой-самой ранней стадии выявлять. И есть уже технологии, где мы можем профилактически проводить лечение тем же онкобольным, тем же заболеваниям сердечно-судистой системы и так далее. Потому что слабое место, когда только меняется функция, гораздо легче и проще. А когда уже морфологические или, как мы говорим, структурные изменения произошли в тканях, в органах, вернуть, да, можно. Есть на сегодняшний день такие технологии. Но это гораздо больше денег, времени, то, чего нет ни у людей, нет ни у государства. Я понимаю, что государство на сегодняшний день не может нам выделить подобного уровня, такие деньги, как надо бы на продвижение этого проекта. И я единственный выход вижу в том, что, и обращаюсь к людям, что сделайте себе добро и помогите этот проект продвинуть. Каким образом? Когда люди услышат об этой информации, о том, что методики прежде всего безопасны, точны и достоверны, то, соответственно, придя на обследование, они внесут какую-то часть этих денег, которые я направлю для развития этого проекта. Конечно, это потребуется гораздо больше времени. Если бы нашлись партнеры, именно партнеры, потому что у нас... Партнеры, все ясно. Господа, у которых есть деньги, господа, которые заинтересовал Николай Дмитриевич, если есть такие, назовите ваш телефон и пусть вам позвонят. Если вы убедили этих людей, что вам надо позвонить, то пусть позвонят. Назовите свой телефон, пожалуйста. Пожалуйста, у нас стационарный телефон 24-5105 и мобильный 050-906-1503. Николай Дмитриевич, я... Это же вы сколько лет уже все это дело пробегаете, оно как-то не так сейчас, особенно в нынешние времена. Но я вам хочу пожелать, чтобы и государство, и заинтересованные люди откликнулись, и чтобы вы пошли и пошли дальше работать в этом направлении. Спасибо. Я еще, извините, хотел бы показать вот эту ссылку на сайт, где мы буквально несколько дней открылись. Конечно, этот сайт несовершенен, и там целый ряд информации, немножечко я бы в другом виде преподнес. Но это первый, так сказать, пробный вариант. Мы будем, конечно, менять данные там немножко, уточнять и так далее. Но сущность вот этого метода изложена вот на этой ссылке на нашем сайте. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok